друзья всем огромный привет помните когда ты переел его такой ножичек проработал он определенное время не довел я некоторые моменты до конца и смотрите что у нас сейчас имеется вот так открывается то есть механизм уже перестал работать как бы закрывается все закрывается но вот такая вот штука сразу сказать видео так чисто расслабиться посмотреть так что если будет вам интересно давайте посмотрим ролик всем приятного просмотра вот здесь вот штопор который фиксирует его естественно нужно переделать и поменять во первом делом я сейчас все разберу в принципе сама ручка сам механизм меня но мне очень нравится здесь ну вот такие моменты сейчас мы механизм который нужно будет переделать ведь его как под разбива я хочу сама резвие тоже поменять и сделать нормальный хороший стали закалить обработать оттермичить это так что тоже скололась тут побледнела и не очень не нравится так в общем друзья первое что я сделал вытащила такой бочонок это все-таки советская такая сталь с болта старого будет покрепче еще закалим ее но немножко здесь вот по другому сделал под изгиб получилось так уже переделывать не буду но в принципе я немножечко сделаю потолще также поставил отверстие и расстояние у меня практически чуть-чуть на расстояние поменьше размер будущего резвия практически в общем закалил вас получилось такого черном свете полировать ничего не буду потому что все-таки это металл такой который может зажавить а так он получает получается как вороненый и не будет ржаветь то есть его оставим таким вот образом само лезвие было делать вот с такой пилы это 9хф немного я поторопился сделать эскиз я сейчас просто чуть-чуть побольше вырежу а потом уже буду расслаблять металл чтобы можно было легче обрабатывать напильником то есть сейчас просто смотри замучаешься обрабатывать все-таки каленый металл проще будет его ослабить взял импровизированный корм температуры там хватает ну сами горелки будешь тиши 300 градусов не нагревают то есть переживать особо не стоит что металл там можно расслабить сжечь вернее сейчас нагреем и оставим чтобы она в тепле остывала заготовочку отожгли давайте посмотрим но сразу чувствуется да сразу можно обрабатывать теперь можно сделать конкурс сразу накерни здесь нас под пружинку вот вот Продолжение следует... Спуск делаю прям вот полностью. Видите, как, да? Ну, на самом деле не хотел такое делать, но вот получилось, что угол не рассчитал, не вымерял угол, а поставил на глаз. И, как всегда, на глаз получилось вот так вот. Ну, я думаю, что это хуже не будет. Клиночек будет остренький, тоненький. В общем, вот так вот клиночек получился. То есть, на уменьшение такое прям... Друзья, в общем, не знаю, закалился, не закалился. Неудобно было в таком самодельном горне. Короткий клинок был бы он подлиннее, там, да, ну, что-то придумать нужно было, чтобы его прокаливать. Но, тем не менее, слушайте, звук есть. То есть, закал какая-то есть. То есть, как видите, стекло режет. Ну, уже теперь оставлю так, как есть. Сейчас духовочку на 200 градусов на часик засуну. В общем, через часик это выглядит вот так вот. Ну, а здесь начинается нудный процесс шлифования. Делаю я это все вручную, так что немножечко покажу. В общем, вот таким вот образом буду проходить всю поверхность. Я думаю, это не слишком интересно. Ну, а теперь взял немного снега. Благо, зимой у нас его много. И разогреем при помощи горелочки. Довел воду до кипения. Возьму лимонной кислоты. И примерно, тут 80 я полпачки высыплю. 40 грамм. Не на глаз, а в половинку. Хорошо это дело перемешаем. Чтобы лимонка растворилась. И обезжиренную заготовочку нашу кидаем туда. С развитием пузырики пошли. Сразу травление идет такое. Травление, да, вроде, если не ошибаюсь. На камеру, конечно, не передать. Но процесс такой идет, что я тебе дам. Шипит прям все. И самое интересное, что почему-то одно лезвие чернее больше, чем обувь. То есть я их закаливал и опускал. Потом, да, вот немножко чернее. Ну, я уже вытаскивал, протирал разочек. Вот так вот протираешь его. И вот такие следы от на тряпке остаются. В общем, лезвие подержал. Потом немножко в соде его ополоснул. И смазал масличком. Вот такой цвет получился серовато. Какой-то такой, ну, не знаю, графитовый, наверное, цвет больше. В общем, все готово. Осталось сейчас повернуть, собрать все. И будем смотреть конечный результат. Немножко хочется ручки подправить. Не такие уже потрепанные. Дерево такое красивое. Я даже не знаю, что за порода. Красненькая какая-то. Кто знает, пишите. Ну, вот красота. Ручки сразу же нам намажу воском. Пропитаю их хорошенько. На самом деле, лучше хорошо впитывается. Мне подсказали потом уже. При помощи сена. То есть, структура нагревается, расширяется, я не знаю, там как. И воск действительно реально впитывается. Прямо само дерево. Теперь нужно насухо все это вытереть. И у нас получается вот такая вот красотища. Красота. Ну, у нас все готово. Теперь нужно все это дело собрать. Первым делом прикручиваю вот эту пластинку. Теперь то, что мы заменили нашу детальку. Она прям четко, видите, заходит за пружинку. Также я заготовил только шпунтик. Нужно поставить, попробовать. Вот здесь вот фиксируем, чтобы не разлетелось. Фонарик ставить я не буду. Сделал я такую плоскенькую отверточку. Ну, может быть, она больше будет эффективнее. Потому что фонарик, он здесь вообще ни к чему. Теперь проверяем. Самое главное, чтобы все работало. Так, ну, пока фиксируется. Отлично. Фонарик, я думаю, тут остренький. Но, тем не менее, я думаю, наверное, подкачу сейчас посмотрим. То есть, это все, что было сделано на гриндере. Вот так, конечно, режет. Колбаску уже с хлебушком порежет спокойно, да? Но я хочу острее сделать. В общем, такую небольшую кромочку сделал. Ну, и, собственно, что у нас получилось по итогу? Особо он острым, конечно, не нужен. Ну, вот так вот бумажечку немножко режет. В принципе, то, что я хотел, то у меня все получилось. Все работает. Хорошее лезвие. Все. Прижим хороший. Упор хороший. Закаленной стали. Все сделано. То есть, вот таким вот образом, своими руками. Китайский ножик переделан, разобран. Новое лезвие, новые механизмы добавлены. Здесь добавлена отверточка. Я думаю, прослушал, что он теперь еще гораздо больше. Но вам, если понравился данный ролик, обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение, чтобы вы добавили, чтобы вы поменяли, чтобы вы улучшили. Вам же всем хорошее настроение. Крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова